Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. 1 ноября 2022 года издание Коммерсант рассказало о том, что в МВД вновь взялись за обновление перечня неисправности транспортных средств, при которых запрещена их эксплуатация. Я напомню, данный проект приказа МВД был подготовлен еще осенью 2020 года, то есть ровно два года назад. Изначально предполагалось, что этот документ заработает с 1 июня 2021 года. Напомню, в чем была суть. Дело в том, что сейчас приложением ПТД является перечень технических неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Туда входят такие популярные нарушения по технической части, как тонировка, к примеру, нештатная оптика, требование к тормозной системе, к рулевому управлению, колесам и все прочее. На сегодняшний день этот перечень содержит в себе 44 неисправности. Согласно же проекту приказа МВД предполагалось увеличить их более чем в два раза до 105 единиц. В частности, в перечень неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, предполагалось внести несезонную резину, то есть летнюю резину в зимнее время и шипованную резину в летнее время. Также сюда предполагалось снести неисправность антиблокировочной системе тормозов и даже такие, казалось бы, незначительные неисправности, как отсутствие подушек безопасности, отсутствие подголовников, солнцезащитных козырьков и даже горящая лампа неисправности двигателя. Однако, по факту с 1 июня прошлого года этот перечень не заработал. Дело в том, что этот документ раскритиковало Минэкономразвитие. Как рассказали в этом ведомстве, как указали они свои аннотации к этому проекту приказа МВД, данный перечень неисправностей, по их мнению, является избыточным. В частности, по мнению Минэкономразвития, в этот перечень включены некоторые неисправности, которые либо напрямую не влияют на безопасность, либо они должны проверяться в ходе техосмотра. Тогда, я напомню, техосмотр периодически еще являлся обязательным для всех. В частности, Минэкономразвитие раскритиковали пункты, которые касаются проверки наличия регулятора тормозных сил, крепления элементов и исправности системы АБС, наличия и исправности устройств для очистки и корректировки угла наклона фар, наличия предусмотренных конструкций стекол и противосолнечных козырьков, комплектация автомобиля с шинами, не подходящими по размерности, категории скорости и несущей способности, требования по комплектации автомобиля с шинами после восстановления или углубления протектора, наличия на колесах вместо золотников, пробок и заглушек, наличия подголовников, подушек безопасности, наличия и исправности системы снижения токсичности, то есть катализаторов и датчиков кислорода, превышение уровня выбросов в отработавших газов, наличия горящих ламп неисправности двигателя и других систем автомобиля, а также исправности газобаллонного оборудования. Как рассказали Минэкономразвитие, во-первых, этот перечень должен содержать только те неисправности, которые напрямую самым сильным образом влияют на безопасность дорожного движения, во-вторых, в этом перечне должна идти речь только о тех неисправностях, которые автоинспектор физически может самостоятельно проверить и выявить прямо на дороге. В итоге МВД эти замечания взяли в работу. Предполагалось, что доработанная версия этого приказа вступит в законную силу уже с 1 марта 2022 года, то есть это был второй срок, но и с 1 марта этот документ не вступил в законную силу. Дело в том, что на сегодняшний день до последних дней в ПДД было запрещено внесение отдельных изменений, то есть на изменение документа под названием правила дорожного движения был наложен мораторий. Соответственно, чтобы какие-то даже небольшие правки внести, необходимо было полностью переиздавать весь текст ПДД. Однако буквально на днях я напомню, что было утверждено постановление правительства с поправками в ПДД. Этот документ содержит в себе множество изменений. В первую очередь они касаются средств индивидуальной мобильности. Про это я уже рассказывал в предыдущем видео. Но, помимо всего прочего, этим же документом как раз-таки в конце у него есть одна страничка, согласно которой именно снимается вот этот мораторий на изменение текста ПДД. Соответственно, все эти поправки вступают в законную силу с 1 марта 2023 года. То есть с 1 марта 2023 года в текст ПДД можно будет уже полностью законно вносить отдельные изменения. Судя по всему, именно поэтому в МВД вновь возобновили работу над этим новым перечнем неисправностей транспортных средств. Как рассказали в газете «Коммерсант», исправленный доработанный перечень неисправностей, вернее проект этого перечня, уже МВД направило для согласования в аналитические центры при правительстве России. Соответственно, если эти поправки будут одобрены, будут направлены в правительство, и оно их утвердит, то ожидается, что они вступят в законную силу также с 1 марта 2023 года. Полный скорректированный текст этого документа пока что не опубликован, однако по информации газеты «Коммерсант», каких-то принципиальных изменений он не претерпел. В частности, в документе, опять же, остался штраф за несезонную резину, то есть за летнюю резину в декабре, январе и феврале, или наоборот, за шипованную резину в июне, в июле и в августе. Причем добавлено примечание, что субъекты России в зависимости от своих погодных условий могут корректировать эти сроки, но только в сторону увеличения. Помимо этого, в документе также осталась такая неисправность, как неисправность антиблокировочной системы тормозов, установка различных нештатных, непредусмотренных конструкций ламп и световых приборов, в том числе нештатного ксенона и светодиодов, и ряд других неисправностей, которые и были предусмотрены изначальным проектом документа. Вот такая вот информация. А если вам нужно купить полис ОСАГО, восстановить ошибочно внесенный безаварийный коэффициент, либо проверить историю транспортного средства перед его покупкой, вы можете воспользоваться полезными ссылками в описании под этим видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по поводу этих изменений, свое мнение вы традиционно можете поделиться в комментариях. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok